всем привет вы на канале тула trophy team и сегодня у нас с вами небольшое видео о проделанной работе над котлеткой нашей от хг совместно с кузовом cross rc и как вы уже видите заменил колеса для тестов на чуть-чуть побольше как раз для сравнения как они туда подойдут не подойдут вот от аксиала от унимога значит что у нас изменилось поснимал я значит навесное вот машинка немножко облегчилась машинка немножко облегчилась немножко позанимался под закреплял все установил крепежи для кабины модель стала на мой взгляд более интересная снял багажник вот отсюда потому что он ну совсем сюда не идет не знаю как говорится может быть и оставим но пока что пока что нет пока что сюда вот как значит у нас тут все устроено шоссе в принципе стоковое но немножко мы его изменили единственное что надо где-то сделать усиление кабины 6 усиление рамы потому что он тяжелый стал и немножко вот прогибается вот это я обязательно еще все посмотрю а сейчас давайте посмотрим что у нас внутри здесь я сохранил значит сделанные до меня подкрылочки из такой вот мягкий какой-то не знаю типа поролон вот очень кстати интересная идея кто сам что-то делает своими руками задумайтесь классно грязь туда не летит вот и в принципе все прикрывает далее назад далее что у нас тут а значит изменилось во первых вот эти вот глинители я поставил алюминиевые чтобы кабина вперед было чтоб соотношение было все вот и она откидывается вот использовав родной бокс под аккумулятор смотрите как я его закрепил я его закрепил над боксом приемника прям в него и над сервый в принципе он прям впритык сюда становится очень удобно вот регулятор как говорится уже не родной поставил на площадку ну где родной как это находится приемник спрятал конечно же в бокс вот и соответственно у нас получается расположение весь вес на передних колесах пришлось поставить несколько проставочек несколько проставочек чтобы машина стала немножко пожестче вот у меня есть толстенькие пружины я сюда скорее всего заменю пружины вот потому что этих слабоватые а ну проставки они все равно как-то вот пружина немножко сгибают лучше я в заменю суда пружинки для начала если не поможет значит я заменю полностью амортизатор у меня есть жесткие которые оставил на свой гелик так что у нас дальше здесь в принципе еще я не установил блок света диодики просто запитал фары просто от приемника вот и вот так вот это все дело компонуется аккумулятор сюда все защелкивается все называться по заводскому вот так воткнули вот с этим надо еще разобраться мне мне нравится то что то эти провода вот здесь болтаются ну ладно пока что для первых тестов я думаю пойдет и вот так вот это все дело закрывается щелк-щелк все кабина не откроется никуда тут ничего не денется включаем аппаратуру включаем модель кнопку подняли повыше все и машина готова изменилось вот это все ну да если куда, вот это все 送 моделька моделька это клон китайского военного грузовика. Вот. Но, как говорится, нашел я это совсем только недавно. И уже были отпечатаны вот такие надписи Татра, потому что у них были подобные грузовики. Ну, такие вот чудные, с двойными кабинами. Вот. Я склонялся к ней. Вот. Но, в принципе, я нашел оригинальный. Человечек мне помог. Вот. Мы нашли с ним оригинальное название. Все. Но я не буду менять, потому что как бы буковки уже сюда прям влились. Мне понравились они. И вот такой получается стайлинг спереди у нас. И вот так модель выглядит сзади. Сюда я еще планирую сделать бампер. Вот. И, соответственно, верну тент на место. Вот он у меня здесь. Все будет красиво, копийненько. вот. Но это, как говорится, уже после испытаний. Когда модель уже пройдет свои первые тесты, вот, и уже будет понимание, что я от нее хочу. Так что собрали, заряжаем аккумулятор и поедем прокатимся, потестируем. Так что небольшой отрезочек я сейчас вам вставлю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok